Мы хорошо провели матч, начиная с первых минут, имели подавляющее преимущество даже и в контроле мяча, тем, что славился в прошлой игре клуб Реал, мы их переиграли в первом тайме и по тому, как организовывали атаки и завершали. Были очень хорошие моменты, и Реал Соседада очень хорошо играл, поэтому мы не смогли за ним. В втором тайме хорошо вышли игроки, которые вышли на замену, и благодаря вот этой ротации мы тем самым увеличили скорость нашей игры и забили три гола. Олег Иванович, с победой, я думаю, в Краснодаре сейчас дарится себе сказать, в какой момент сегодня поняли, что уже не отпустили эту победу и что у меня есть другого дня? Ну, я не люблю на этот вопрос отвечать, в какой момент понял. Всегда понятно тогда, когда конец игры, и ты уже понял, что ты выйдет. Игра была достаточно, концовка напряженная, и не хотелось нам пропускать, а довести счет вот до трех-но, чтобы нам не забили. Поэтому нам это удалось, и это хорошо. Знаете, я не могу точно утверждать, но с первых минут еще в Испании достаточно агрессивно играли Реал Соседад в отборе, тем самым показывая какое-то преимущество над нами. Я попросил ребят в этой игре очень играть на пределе жесткости, на пределе игровых стыков. Но испанцы, они импульсивны и не любят, когда игра идет в таком формате. И здесь они первые начали грубить, тем более еще и обзывать. Поэтому Жадзини завелся, и с этого дальше все получилось. У нас тут разникла дискуссия. Вопрос уточнения. Дискларификация будет распространяться на групповой этап? Желтые нет, по-моему, а вот красные. Да, не только на групповой этап, даже на следующий сезон распространяется. Будем ждать, сколько игр. Посмотрим. Практически все игры Жадзини играл у нас в стартовом составе. Теперь очередь других ребят. Как я говорил, у нас достаточно ровный состав. Я в любого игрока верю, доверяю. Я думаю, что, да, это определенная потеря для нас, но она, я думаю, будет восполнима за счет других наших игроков. Спасибо. Спасибо.